Друзья, у нас сегодня с вами гости и знакомства в программе «Три сложных вопроса». Молодая семья из Санкт-Петербурга, они являются лидерами и участниками группы «Хвалы и поклонения» в одной из сильных больших церквей здесь, в Санкт-Петербурге. Источник жизни с нами Светлана и Николай Кузичевы. Яркие, красивые, интересные. И они расскажут за буквально каждые по 4 минуты, как они пришли к Богу. Они расскажут, что Бог делает, чтобы соединить пару на веки вечные, как сохранить свой брак и что есть призвание. На самом деле, эта программа и знакомство для меня, и мне всегда интересно, и меня всегда волнует. Откуда Бог призывает людей, как Он их находит, из каких семей, из каких обстоятельств, что является такой поворотной точкой для того, чтобы человек услышал его, откликнулся на его зов. И что человек приобретает в итоге этой встречи, чем становится его жизнь. Мы хотим услышать этот рассказ от вас. Семья у нас была обычная. Папа, мама рабочие, и я воспитывался, как обычный советский ребенок. Папа с мамой работали, воспитывала бабушка, и первое, что я услышал о Боге, это от нее. И у меня просто с детства был какой-то внутренний страх Божий, почитание по отношению к Богу. Я всегда негативно относился, когда друзья что-то говорили плохое о Боге. Но это никак не влияло на мою жизнь. Я рос обычным грешником, и, в принципе, все так и текло. А встретился я с Богом, можно сказать, это было в армии, потому что я служил в контрольно-пропускном пункте Торфяновка. Наверное, кто ездил в Хельсинки, знает, что это такое. Мы там досматривали автомобили, и там были Библии, потому что это была идеологически вредная литература, ее изымали. И у солдат у меня в коптерке была Библия. Я знал, что в последней части... Контрабандный товар, который вы забрали, он завалялся у вас. И, собственно говоря, я знал, что в последней части Библии есть что-то о будущем. И я искренне захотел прочитать и прийти домой из армии, рассказать друзьям. Это было где-то месяц-два до увольнения. Я начал читать Библию с откровения. Прочитал ее от корки до корки, ничего не понял, кто это может читать, подумал я. Очень обиделся на Господа. Не страшно было это читать? Там же столько всяких образов. Так я почти ничего не понимал. Дай Бог запомнить, что было в предыдущей главе, начиная читать следующую. И была еще детская книжка в комиксах «Жизнь Иисуса Христа и Деяния апостолов». Там все было понятно. Картинки, все. Я прочитал, и в конце книжки была молитва покаяния. Я вот ее сидел, читал. «Если вы верите, что вы грешник». Конечно, Господи, все грешники. Я грешник. Если вы признаете. Да, признаю. Вы можете прийти к Господу. Да, Господи, как это. Вы верите, что Иисус умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Конечно, верю, Господи. И если вы хотите, то можете пригласить Иисуса Христа в сердце. Иисус добрый, конечно, пусть он приходит в мое сердце. Я вот таким образом вдумчиво... Как ребенок, да? Да, прочитал все это. И благополучно забыл. Пришел из армии точно так же. Пил. Ну, обычный греховный образ жизни вел. И где-то года через полтора к нам пришел на работу человек, который ходил в одну из протестантских церквей. И я начал с ним общаться. И вот так я пришел в церковь, собственно говоря. И изменилось вообще все. То есть вот ни больше, ни меньше я увидел, зачем мне вообще стоит жить. Какая перспектива есть. И, конечно... Через слово, через проповедь или через что? Через людей, которые изменялись. Да, через общение с Господом, которое я получил в церкви. То есть через общение с братьями и сестрами, через проповеди. То есть меня познакомили, вот как нужно читать слово, как его разбирать на домашних группах. То есть это же все было в церкви, если вы попадаете в нормальную церковь, да? И через это, через все, то есть я увидел, что в Господе Иисусе Христе для меня огромные перспективы, самая большая из которых – это радость. Она доступна мне каждый день. Вот. И это меня очень сильно вдохновило и вдохновляет до сих пор. Слава Богу. Спасибо. А у вас, Светлана, как это было? Я верила в Бога с детства. И однажды со мной произошел один эпизод. Я не знала, кто такой Иисус. Но голос его услышала будущее еще неспасенным человеком. Один человек сказал, что хочет провести со мной всю свою жизнь. И мне очень нравился этот человек. И вдруг кто-то говорит мне внутри моего сердца, тихо, говорит, этого никогда не будет. И когда я уже повзрослела, я поняла, что Господь, Он всю жизнь был рядом. Когда я повзрослела, я не знала, кем мне стать в будущем. Я не понимала, какая должна быть у меня профессия. И я молилась Богу. И так получилось, что прямо в момент окончания моей школы рядом со мной открывается художественное отделение. Я туда успешно поступаю. И я понимала, что это ответ от Господа. И однажды я включила телевизор. Это было время перестройки. Тогда очень много было христианских передач по телевидению. И я увидела Клуб 700. Там было свидетельство девушки, которая пережила клиническую смерть. И она рассказала, что она увидела Иисуса. И в конце этой передачи была молитва покаяния. И я подумала, ну я же верующая, я могу помолиться, ничего здесь такого нет страшного. Я повторила эту молитву покаяния. И я не поняла, что со мной случилось. Я начала плакать. И я подумала, что это со мной такое происходит. Я же нормальный, адекватный человек. И после этого в моей жизни начались изменения. До этого у нас в доме собирались люди, которые очень увлекались экстрасенсорикой и разными даже оккультными вещами. Именно в квартире. Прямо у нас дома. У нас дом был наполнен литературой. Потому что это все хлынуло во время перестройки. Все, что было запрещено, оно стало доступно. Меня даже как-то лечил экстрасенс. Я никому не советую обращаться к ним за помощью. И представляете, после того, как я прочитала эту молитву, через некоторое время я сижу дома. И вдруг я ощущаю, как на меня сошла какая-то сила. Реальная сила. Я побежала к маме. Я говорю, мама, что со мной происходит? Она говорит, это твой гуру пришел. Я поняла, что это неправда. И у меня просто было побуждение закрыть за собой дверь, включить музыку, поднять руки и стоять, закрыть глаза. И я чувствовала, что сила, она как вода, она течет по мне. После этого я полностью потеряла интерес вот к этим всем оккультным вещам, к каким-то запретным таким знаниям. И я не поняла, каким образом это произошло. Но я, потому что я не знала, что такое слово Божье, я не знала Иисуса, я не была наставлена, я не ходила в церковь. Поэтому образ жизни он остался тот же самым. И однажды у нас была вечеринка с друзьями, с танцорами, с которыми мы вместе очень много проводили. И после нее я пришла домой и на утро я поняла, что моя жизнь очень сильно начала катиться вниз. Я забыла, что со мной было вчера. И я просто села на пол и сказала, Бог, я качусь вниз, если ты что-то можешь сделать, пожалуйста, спаси меня, помоги мне, потому что я не знаю, куда я могу зайти дальше. Слава Богу, за моих друзей, они все были нормальные, адекватные люди. И представляете, оказывается, в это время в нашем городе происходило пробуждение, был снят огромный дворец или спортивный комплекс, и там, где на иночь нашли молитвы, люди с колясок вставали. и прибегает ко мне моя подруга через несколько дней буквально, с которой мы вместе танцевали в этом шоу-балете, и говорит, Светка, я теперь христианка. Я не поняла ни одного слова, что она мне сказала. Я не поняла, что такое вечная жизнь. Я не поняла, что такое прощение грехов. Я поняла одно, в церкви люди радуются и танцуют. Я сижу дома, я понимаю, моя подруга попала в секту, но я туда хочу. Я хочу. Я почему-то представила лысых кришнаитов в оранжевых балахонах с бусами, но я подумала, будь что будет, мне надо туда идти. Поверю. И я прибежала туда, я еще ничего не успела сказать, я начала с ними петь песни и танцевать. Какая-то радость наполнила меня, и я дала жизнь Богу. И первое время это для меня было самое потрясающее, потому что моя жизнь разделилась до и после. я поняла, я не могу танцевать в этом шоу-балете, я не могу танцевать этот кан-кан, я не могу продолжать такой образ жизни дальше. Я просто рассказала своим друзьям, я говорю, кто со мной в церковь, идемте со мной. И несколько из моих друзей ходили в нашу церковь, и я не знаю, сейчас, к сожалению, судьбу, но надеюсь, что с ними. Все хорошо. Ну, вообще здорово. Считайте ли вы свой брак счастливым, и как вы создали ваш союз? Расскажите нам тайну, как Николай полюбил и встретил сначала Светлану, почему Светлана решила, что Николай может быть ее спутником на всю жизнь. Я думаю, что ты выходила все-таки замуж, ожидая того, что ты будешь с этим человеком все время. однозначно, я бы никуда не пошла. Меня попросили вести домашнюю группу. Человек, который вел, он уехал в Америку служить на полгода, я стал вести, а Свету он попросил, ну, она была лидером домашних групп, в то время помогала тоже помогать мне готовиться. И вот так мы начали вот с ней общаться ближе, да, и потом она пришла в служение прославления, и стали вместе служить, да, и, ну, поскольку я осознавал, что девушка, она красивая, я сказал, Господь, я ведь могу влюбиться, если так дело пойдет. Ну, это действительно. И потом я Исторожно было, честно. Да, просто после каких-то вот этих неудачных вещей я очень устал от этих всех эмоциональных переживаний, и, Господи, упаси меня. Вот. Собственно говоря, и вот я так сказал, Господу, и потом как-то вот наши отношения начались, мы начали общаться, встречаться, ну, мы встречались не лично, а вот по поводу ведения домашней группы на репетициях, то есть виделись мы достаточно часто, скажем так, да, но все равно, то есть любой вообще человек, которому нравится кто-то, да, он пытается узнать, а как же он ко мне относится, как же он ко мне относится, вот, и я тоже пытался узнать, но мне друг сказал, Поль, ты не пытайся это узнать, у женщин миллион, еще одна причина, почему она что-то сделала или что-то не сделала, а иногда даже она сама не знает, почему она так поступила, поэтому ты отталкивайся от Господа во всех этих вещах, и тогда я начал молиться об этом Господу, что Господь, я не хочу строить это без тебя, я вот пытался, ничего не получилось, помоги мне, пожалуйста, вы представляете, Господь начал помогать, и он начал вести меня в этих взаимоотношениях, и начал вот помогать, как себя вести, он сказал мне, да, наставлял, ты начни быть хотя бы дружелюбным, начни улыбаться, как-то, элементарные вещи, этого не было, потому что я пытался сохранить непроницаемый вид, что мне никто не интересен, и все еще, было ощущение, что он ненавидит всех женщин, вот, потому что вот прошлые случаи, секрет сдачного брака, да, просто прошлые случаи, они научили меня держать все внутри, и не показывать никак, что происходит внутри для того, чтобы не раниться в очередной раз, чем мне это нужно, вот, и Господь начал говорить такие вещи, ну, и я начал это практиковать, и вот пара-тройка лет прошла в этой практике, и потом, вот уже перед моим объяснением, я помню, число 23 февраля, Света дарила нам всем подарки в группе прославления, и я думал, что она как-то выделит меня своим подарком, и поэтому я что-то узнаю, ну, 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 она мне подарила обычный подарок, как она всем нарисовала рисуночек, место из писания, но она художник, я и так, и эдак, да, вот, вертел этот рисуночек, ничего там не нашел, секретного не было послания, я пришел со служения довольно-таки огорченный, и начал молиться, Господь вот так и так, поздравила, но ничего я для себя там вот такого не нашел, поздравь хоть ты меня с 23 февраля, Господь, вот, и звоню вот этому самому своему другу, вот, Алексей Тимочкин, такой до сих пор благодарен ему за все, что он сделал в моей жизни, вот, Господь через него, да, за все его служение, звоню и говорю, вот так и так, Леха, такие дела, он говорит, Коль, ну ты пойми, что если семья и начнется, она начнется с твоего сердца, и это твоя ответственность, и вдруг меня просто прошибло это слово с головы до ног, ответственность, и вот Господь мне сказал, это мой тебе подарок, на дне рождения, если ты мужчина, ты должен взять ответственность за ваши взаимоотношения, женщина, она имеет право на каприз, она может вести себя, потому что она женщина, она так сотворена и так устроена, а ты мужчина, и именно ты должен взять ответственность за ваши взаимоотношения, и определить, что это, если ты любишь, иди и скажи. Я Коля увидела, когда он только что пришел в церковь, То есть ты уже там была, да? Я уже была, я уже служила, у меня уже была домашняя группа, много всего прошло. Я увидела его, я подумала, какой-то он недоспасённый, потому что у него было убитое лицо. Я подумала, нет, я бы такого человека никогда не смогла полюбить. И я уезжаю в библейскую школу, я возвращаюсь, прихожу на домашнюю группу. Там он. И я вдруг слышу, там он, и он говорит какие-то откровения от Господа, которые Господь ему дал. И я слушаю его, и у меня было единственный раз такое в жизни. У меня было ощущение, что я увидела его сердце, и у меня внутри, это мой человек, мне нравится его сердце. У него горели глаза, он говорил так ярко, страстно о Господе. И я даже удивилась, думаю, что это вообще со мной такое. И я увидела, что ему нравится другая девушка. И я, конечно, расстроилась немножко, но потом подумала, классно, у них будет семья. И прошло время, и это чувство почему-то никуда не уходило. Я пыталась его вырвать из себя. Но оно почему-то приходило каждый раз с новой силой. Мы так можем узнать. Интересно к нему, да? Да, это была действительно любовь, но я пыталась от нее избавиться. И вы знаете, когда он вел себя так ужасно, вот он был такой просто камень, медный всадник. А годы идут, хочется замуж, хочется детей. Сколько же лет прошло, пока вы общались? Ну, пять лет. Пять лет? Потому что в рассказе, в рассказе Николая, что был один день. Нет, это было пять лет. Ну да, от начала до конца. Да, не повторяйте никто наши истории. Делайте все быстрее. Не бойте камнем. Быстрее, не тормозите. Так вот, и из-за того, что у нас очень сложно складывались отношения, я не понимала, что это вообще такое. Я хотела замуж, я хотела детей. Был человек, было много людей, которым предлагали замуж, но я чувствую, что это не мои люди. Был один человек очень замечательный, был мой друг. У нас были прекрасные отношения. Я ему несколько раз сказала нет. И однажды я задумалась, может быть, я неправильно говорила, ему нет. И знаете, я сделала такое странное, попросила у Господа странное такое знамение. Я сижу в машине, говорю, господи, может быть, я ошибаюсь. Пусть вот машина, которая нас обгонит, если это действительно не от тебя, ответь мне прям по номерам. Нас обгоняет машина, и на ней написано нет. Серьезно? Я такая, господи, спасибо. Я все поняла. Ну что вы думаете, когда время идет, хочется замуж. Девушки иногда бросаются и в горящую избу. И я так же бросилась в эту горящую избу. Я подумала, ну, может быть, получится с тем человеком. Я стала очень долго думать об этом. И даже чувства какие-то пришли. И когда он пришел, сделал повторное предложение, я ничего не могла сказать ему. Я просто сказала да. И с этого момента небо, оно просто закрылось надо мной. Бог мне говорил, нет, нет, это не твое. А я ему сказала, я знаю, что ты всемогущий. Если ты можешь меня остановить, останови. Ты видишь, что со мной происходит. И вы представляете, он мне дал вкусить. Насколько это горестно и ужасно идти за тем человеком, который вообще не относится к твоей судьбе. Он прекрасный человек, но это не твой человек. Если бы я вышла за него замуж, я бы разбила и его жизнь, и свою. И вы знаете, через какое-то время Бог начинает со мной разговаривать. И он показывает мне Колю. И я думаю, да ладно, не может быть. Но он же так ужасно себя ведет со мной. И вдруг наши отношения начали развиваться. И когда я вышла замуж, я расслабилась. Вот это напряжение все, оно уже ушло. Что нужно чего-то добиваться, что-то доказывать. На самом деле муж, это для жены опора. И я именно такого и хотела. Человека будрого и надежного, честного, благородного. Все это есть в Коле. И очень важно, что он музыкант. У нас одно призвание. У нас здесь одно сердце. И вот мы переходим к призванию как раз. Что есть ваше призвание? Я по специальности электрик. Думаю, что когда-то буду мастером. И все, и все, и все. А вот пришел человек. Просто мы с ним начали общаться. О Боге. И меня просто затащило. Моей первой целью общения нашего было задать ему такой вопрос, на который он не сможет мне ответить из Библии. С Богом состязаться? Или с человеком? Нет, с человеком. Ну вот, а почему Бог это? А почему Бог это? Ну вот как неверующие. А я хоть молитву покаяния прочитал, но наставить меня было некому. И жил я как неверующий человек. И вот он мне на какие-то вопросы отвечал, вот это все тот же человек, Алексей Тимочкин, да? На какие-то вопросы он говорил, ну слушай, я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Я не Бог. И я сначала такой, ну вот, наконец-то. А чувствовал, что опобедил в разговоре все равно он. У него есть что-то, что больше всех аргументов, понимаете? И я приходил домой к брату, говорил, Валера, у нас такой парень на работе, вау, вау. Он такой, Коля, ну у него своя жизнь своя. Потом Валера покаялся. Вот. И, собственно говоря, я пришел в церковь, а этот человек, Алексей, он играл на бас-гитаре в группе Прославление. Вот. И он, а я на гитаре играл, я знал только три аккорда. Вот. То есть, как обычно. И он такой, ну давай поиграем. Поиграл. Он такой, ууу, да ты классно играешь, здорово. Давай, пойдем к нам в Прославление. Вот все так. А я, я, Леха, так говорю, не могу. Я начал молиться. Бог дал мне место и в Писание. Вот. И меня взяли в группу Прославления. И до сих пор, то есть, я вот остаюсь в призвании музыкального служения. То есть, я занимаюсь либо Прославлением в церкви, либо какие-то музыкальные, евангелизационные проекты. То есть, я вот этим, собственно говоря, и занимаюсь. Я поняла, что это действительно родилось прямо изнутри, от сердца. И это касается вас двоих. Я хочу анонсировать следующую программу «Жизнь призваний». Мне кажется, ваше призвание – это действительно быть поклонниками Бога, быть теми, кто распространяет о Нем радостную весть, благоухание, и через музыку, и через мелодии, через эмоции прекрасные. Поэтому, друзья, с нами в этой программе отвечали на сложные вопросы. Мы услышали потрясающую историю любви, потрясающую историю, как двое идут навстречу друг другу. Такой путь можете пройти и вы, или свой путь, на самом деле. Но учтя ошибки, которые допускаем все мы... Продолжение следует...